В жизни они обычная супружеская пара, но на рыбалке они непримиримые соперники. Здесь каждый сам за себя. Здесь решается вопрос, кто лучше, кто выиграет этот бой. В каждом выпуске новая рыбалка, новые задания и непредсказуемый результат. Это шоу «Рыбак и рыбачка». Победитель будет только один. Победитель международного турнира среди взрослых по спиннинговой ловле с лодок за самую крупную рыбу. Опыт ловли спиннингом 20 лет. Сейчас осень, обязательно надо добавлять какой-то черный либо краситель, либо черную прикормку, потому что рыба, она уже становится пугливая. Ну себе-то я прикормку намешаю в самый смак. У меня сразу на нее будет клевать, в отличие от Ани. Вот, даю тебе колокольчики самые лучшие. Спасибо большое. Ну все ради тебя. Ну что, готов к рыбалке? Конечно, готов. Видишь, уже похолодало на улице. Да, уже осень на дворе во все. У тебя все меньше шансов. Я же рассчитываю все наверстать. Что, погнали? Пошли. К этой рыбалке соперники подошли со счетом 3-5 в пользу Ани. Пока никакие ухищрения Алексея не позволяют ему приблизиться к лидерской позиции. А игр впереди все меньше. Неужели удача окончательно отвернулась от более опытного рыбака? Посмотрим, как будут развиваться события сегодня. Ну как тебе место? Место хорошее. Ну что, давай разыгрывать, хвосты или вес? Давай. Давай в этот раз используем маленькую рыбку. Ну давай. Рыбка будет в вес. А наша рыбка? Хорошо. Ну угадаешь? Я за вес. По хвостам. По хвостам. Сейчас наша задача намешать прикормки. Мы уже добавили основу. Теперь будем добавлять всякие разные вкусы, шаманить, чтобы рыбке было вкусно. В этот раз мы берем рыбную муку. Она потрясающе зеленого цвета. И пахнет рыбкой. Насыпаем. Я добавляю черную прикормочку. Я думаю, что черная гораздо будет эффективнее, чем ее зеленая. Но я тоже думаю, что черная будет эффективна, потому у нас тоже есть черная. Сейчас осень. Обязательно надо добавлять какой-то черный либо краситель, либо черную прикормку. Потому что рыба, она уже становится пугливая. Она не любит запахи. И она не любит светлую вот эту пыль. Ее это будет отпугивать. И в конце мы сейчас добавим еще немножко тоже гранул, потому что они расходятся медленно и привлекают рыбу. Приготовление прикормки для фидера – это ритуал, направленный на успех. Замес – это не просто подготовительная процедура. Все компоненты и консистенция подбираются не случайно, а с конкретной целью – поймать рыбу. Тактику никакой я менять не собирался. Я оставался все в своем же режиме. Все опять же та же красная кукуруза. Только прикормка клубника. Только прикормку клубнику я взял не в прикормке, а взял я в гранулах. И мне намешай. У тебя совесть есть? Ну ладно тебе, я полок. Слушай, давай ты будешь так ловить. Леша. Ну все-таки конкуренция. Леша. Ты представляешь, у меня будут все руки грязные после своей прикормки. Леша. А тут намешало всякой гадости. Между прочим, обалденный запах. Да, обалденный. Ну сейчас посмотрим, у кого лучше будет ловиться. Водички еще надо. Воды добавляется вначале немного, пока прикормка увлажняется. И потом добавляется еще второй раз, чтобы уже лепить комочки. Сразу нельзя мешать прикормку. Кукурузу. Всегда мешало и все клевало. А вот теперь я тебе не замешиваю, тебя теперь клевать не будет. Кукурузу мы будем сегодня использовать с запахом аниса. Кормушки пока мы набивать не можем, потому что у нас прикормка насыщается воздухом. Потому что у нас еще есть время, и будем пока надевать наживку на вторую удочку. Сейчас я намешаю такую прикормку, что она ничего не поймает. Но себе-то я прикормку намешаю в самый смак. У меня сразу на нее будет клевать. В отличие от Ани. Я себе делаю шарики с очень вкусной прикормкой. Вот такие они получаются. Даже вот опарыш торчит в ней. Сейчас закормлю, и у меня сразу начнет клевать. А она пускай ловит на свою селедку. Одна удочка у нас готова к забросу, так что будем забрасывать. А ты мне колокольчики дашь? А тебе нужны они? Нужны они. Зачем? Ну дай мне два колокольчика. Хорошо. Вот даю тебе колокольчики самые лучшие. Спасибо большое. Ну все ради тебя. Ух, не туда. Самое главное сейчас закидать и сделать пятно для рыбы, чтобы это ее привлекло и запах ее приманил со всех уголков нашего водоема. Ловись, рыбка. Ни большая, ни маленькая, но очень большого количества. Нам же нужно сегодня выиграть. Ну что, Алексей, время пошло. 20 минут засекаю. Выбрали мы это место не случайно. Здесь идет фонтанк, забор кислорода в воду. Я думаю, что здесь гораздо будет интереснее ловить. Здесь и поры будет большое разнообразие. В такую погоду может даже еще форелька клюнуть. Может быть, нам на это повезет. Хоть и говорят, что здесь на червяка малая вероятность поклевок. Но мы все-таки попробуем. Сделаем сейчас очень большой пучок. Что же не сделаешь ради победы. Вот такой вот пучок мы сделали. Похоже на гидру. Так что надеемся, сейчас на нее мы поймаем. Нальем чайку. Анюте. Какая пьет. Анюте, держи твой чай. Спасибо. Все, ладно, пей чай. Чего? Прозевал поклевку? Да. Окей. Середина первого тура. И пока никакой активности со стороны рыбы не наблюдается ни у кого из соперников. Приманки не работают. Легкие намеки на поклевку в зачет не идут. Я тут ловила два раза поклевки. Они прям еле-еле подсечку делают. Что здесь? Вообще. Даже вот не сбила нисколько. Хоть бы что-нибудь сожрала. Аль, с таким клювом я думаю, что мне можно поспать. Жалко, подушку не взял. Очень жалко. Что-то сегодня вообще не клюет. Что делать-то будет? Ну, давайте нам. У нас осталось немного времени. Уже этот тур добьем. И пойдем искать новые места. Думаешь же, в другом месте будет лучше его, но у всех тишина. А вдруг? Ну, если только вплавь. Очень скучно, очень хотелось спать. Когда рыба не клюет, это очень плохо. Это для любого рыбака это плохо, да? Рыбак едет за рыбой. Он едет. Редкий случай просто посидеть в тишине. Он в любом случае ищет рыбы. Так бы он сидел без удочки просто. В тишине. Аня, что делать? Что ты думаешь? Что поменять еще? Может, что-то прикормка не там? Да все то, Леш. Я думаю, в погоде дело. Леш, такой перепад. Было жарень 30 градусов. А теперь 10. Она просто с ума сходит. Ну, ты видишь, у меня второй раз уже чуть подернет, и все. Ну, попробуй что-то поменять. О, смотри, смотри, видишь, видишь? Вижу. Это могут по кормушке бить, потому что натяжка идет, он рядом. Либо он стал осторожен. Либо так, да. Но к зиме рыба вся становится более осторожной, хотя при этом набирает жир. Ладно, я попробую все-таки. Да что я только не делала. И при кормке подсыпала, и меняла, да, и запах другой добавляла. Бесполезно. Рыба, она все-таки метеочувствительная, да, так как есть люди, допустим, да, метеочувствительные. У кого-то голова болит, да, у кого-то еще что-то, у кого-то давление поднимается. А у рыбы, она вся метеочувствительная, она очень реагирует на перепад погоды. Ну что, Алексей, время подходит к концу. Да, что-то меня это не радует. Что-то совсем грустно, наверное, надо менять место, Леша. Ну что, прикормили, это ничего страшного, пойдем искать другое. Не, прикормку, конечно, жалко, но как бы толку-то. Рыбы нету. Да и все вокруг какие-то прям грустные. Не, надо идти в начало, может, там что-то есть. Все, ладно, собирай улочки, пойдем в другое место. Пошли. Ожидали, конечно, совсем другого. Вода похолодала, думали, что рыба наоборот пойдет, но, увы. Может, еще рано, может, перепад давления. Там это может много факторов влиять. Ну, после первого тура настроение, конечно, очень ухудшилось, потому что поклевок не было. Была там маленькая, чуть шевелила, и все. Ну, не было такого, чтобы там хотела поймать одну рыбку, настроение поднялось бы. Ну, нет такого настроения. Погода очень поменялась, отрабывала очень холодно, а сейчас прям потеплело на солнышке, я бы сказала, даже жарковато. И ты с этой рыбой собираешься победить? Это маленькая, по-твоему? Слушай, хоть такая есть. Ну, ты рада хоть? Сама не знаю. Я маленькую хочу. Маленькую я поймал. После первого тура, говоря спортивным языком, сухой счет – 0-0. Вторая половина игры решит не только этот поединок. Если Леша победит сегодня, у него будет шанс побороться и за звание победителя проекта. Так как в первом туре мы ничего не поймали, предлагаю немного поменять правила. И каким образом? Победит тот, кто поймает самую маленькую рыбку. Все равно я так, я без ужина сегодня. Ты надеешься, хоть сикельдевка отловится? Да. Ну, в принципе, сегодня не клюет. Если ты так хочешь, давай. Что, я тур открываю? Да. Все, время пошло. Хорошо. Конкурс на самую маленькую рыбу пришло в голову, само собой. Рыбу не клюет. Думаю, хоть поймать хоть что-то. Любая рыбка уже там, маленький окушок – это можно уже сказать, ты победил. Она мне согласилась. Она знает, что я крупно не ловлюсь, а головно мелко. И она, можно сказать, уже отдала мне победу. Буду использовать ту же самую прикормку, ничего добавлять не буду. Как бы остается все то же самое. Замес очень хороший. До сих пор еще ползают опарыши в ней. Очень удачно получилось. Погода очень поменялась. Утрого было очень холодно. А сейчас прям потеплело на солнышке. Я бы сказала, даже жарковато. Как это повлияет на рыбу? Будет ли она клювать? Не будет ли клювать? Либо она еще больше испугается. Только покажет время. Так что забрасываем и ждем рыбу. Неужто? Аня, дай подсака. Давай, 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 живи. Аня, подвел уже. Давай, 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 живи, 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 живи. Я тебе чего тут? И ты с этой рыбой собираешься победить? Это маленькая, по-твоему? Слушай, хоть такая есть. Сейчас ее отцепим, закинем еще раз. Может, сейчас еще одна клюнуть, пока идет такое дело. А мы проверим пока с Настей, почему у нас не клюет. Хоть рыба большая, но надеюсь, что она поймает гораздо меньше, чем я. Ой, вернее, нет, гораздо больше. Это я в первый раз ей пожелал большую рыбу. Есть первая рыба. Леша открывает счет. Крупный карп. А для победы в этом туре нужна маленькая рыбка. Таковы правила второго тура. Есть. Леша, дай подсачник. Ух ты. Леша. Я здесь. Мне, значит, быстрее, быстрее, а сам как я не знаю, кто. Ты видишь, я быстро как. Ух ты, ё. Слушай, он хороший. А ковалка-то, а? Опа. Мощно. Давай. Стульчик твой обойтись, чтобы не мочить тебя. Давай, давай, на травку его. Несу. Нифига себе. Хороший. Ну, меня одно радует. Что он маленький? Что он большой. Я так и поняла. Все, тебе помогать дальше не надо? Надо. Что? Вытащить его. А сама? Я его трогать боюсь. Почему? Он большой. Ты видишь, что он даже забатил у тебя два твоих крючка? Голодный был. Один. Ну, это самый большой, наверное, у меня карта. Вот так можешь взять и показать его? Хочу его показывать-то. Сегодня-то, наоборот, надо маленького поймать. Ты порадуйся. Ну, рада. Чего ж ты таких не ловил-то в первый тур? Не знаю. Не ловились. А, ай-яй. А я бы порадовалась, но не сегодня. Сегодня не тот день, когда ты рад большой рыбе. Зато я за тебя рад. Потому что твои рыбы очень крупные, по сравнению с моей. Ну что, время еще есть. Погнали дальше? Конечно. Уберешь ее в садок? Конечно, уберу. Кидай на землю пока. Ох. Уж, наверное, килограмм четыре. Ну, как тебе твоя рыбка? Большая. Давайте я сфотографирую хоть с ней. Ну, давай. Ну, поднимай ее. Когда я поймал первую рыбку, такую небольшую, я был доволен. Но все равно считал, что это большая. Но когда они вытащили вот эту здоровую оковалку, конечно, у меня настроение вообще поднялось. И я прям очень был рад с ней. Всегда ей желаю самую большую рыбу, чтобы она мучилась, сопротивлялась всегда ей. Но были у нас случаи, когда она тащила судака с лодки. И судака она заступила за гор. И, ну, сколько? Ну, минут, наверное, 15-20. Он ее тягал. И самое главное, она не отдает удочку. Она тащит всегда сама. Нет, сейчас чуть-чуть сюда вот возьму. Чтоб на фоне водоема, чтобы-то видно было, что ты все-таки не водоемный. А не в магазине купила. А улыбка? Шеста такая злые дня. Нет, ты не оскал делай, а улыбку. Давай, сделай руки вперед, чтобы она казалась вообще здоровая. Во! Она больше тебя так получается. Давай быстрее. Руки больные. А улыбнись хоть. Все, сработали. Все, давай ее в садок. Да, обычный зеркальный карп, лысый. Его чем хорошо? То, что его когда готовишь, меньше чистить, потому что он лысый. Но он почему-то жирнее, чем обычный карп. Все, я понес. Снищи. Леша, по-моему, он клюет. У тебя клюет, что ли? Да, что-то как-то слабенько, но клюет. Ну попробуй проверь. Давай, давай, вытаскивай, там будто есть. Да, есть. Дашь подсачник? Что-то прям крупное идет. Ух ты. Тебе везет сегодня на крупняк-то. Ух ты. Еще одна свинка. Ух ты, молодец. Тебе прям хорошая сегодня рыба. Нужная. А что с ней делать-то ты мне скажи? Как чего? Ну как же красиво, крупная. Ну слушай, как-то он прям слабенько клюет для такой речи. Ну аккуратный, может уже попадался. Думаешь? Ну а вдруг? Сейчас подожди, все, отцеплю тебе. А у тебя еще съедено, смотри. Ну сейчас насажу. Все, можешь удочку убирать. Тебя стеграфировать? Ну давай. Бери тогда. Ну это уже не зеркальный. Это уже обычный, я вижу. Слушай, а чушует у него какая, смотри. Да. Ух-ха! А что боишься-то? А что мне его не бояться-то? Он тебя не покусает, не бойся. Вот тяжелый. Лежать. Вот зараза. Ну вот дай, сейчас зайду сюда. А-а-а! Ой! Как я тебя учил. Руки, вот сколько ты ему проснула, жабры. Все, пойдет. Все, пойдет. Аня, 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 дай поцелку, Аня. А сам слабо? Давай, 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 давай. Ты ко мне потихоньку шел, не торопясь. что-то маленький как-то но мне же везет на маленьких тебе всегда на крупных не на он не совсем маленький но миссию тебя ну и ты же понимаешь что не зря выбрал что вы на самом маленьком то маленького поймал только тот и победил всегда ты не умеешь рыбу ловить ты ловишь маленькую или вообще не ловишь не ну часто поймал отмогать не не будешь нет а сфотографировать меня нет а почему а потому что потому что жулик это значит признала свое поражение я в принципе всегда спокойно к этому отношусь что значит я признала свое конечно всегда спокойно то ночами не спишь сейчас про себя рассказываешь ну что поймал я опять же 2 карпика он поменьше и все уже я уже считаю что победа моя времени осталось совсем немного я думаю даже я не успею закинуть удочку так что можно сказать что я победил с огромным преимуществом ну как принципе как обычно а смысл закидывать еще то время уже концу подходят а ты думаешь что все время вышло да я думаю все сейчас посмотрим но осталось минуту но я только успею насадить я больше ничего не успею сделать но и смысл подводить итоги да давай давай я буду ставить все я пошел садок за рыбы больше не вытаскивать иди ну вроде соревнования прошли хорошо удачно и в садке рыбка есть папа прям очень приятно но я не могу не сказать что мне сегодня не повезло две хрюшки есть то что он придумал себе такие условия но каждая свою слабость сам показывает мы будем ее знать но даже видно за счет которого ты победил ну как те уловы сушу тебя прям два шикарных прям но вот у меня шикарно это как всегда ну я же победил но по самому маленькому но у меня зато ты посмотри какие ну что сегодняшняя рыбалка закончилась победа за мной ну ничего у меня еще все шансы есть победить какой насчет 54 54 видишь еще одна рыбалка мы сравнялись но украшу получается осталось совсем немного а последняя рыбалка будет уже то победил тут и выиграл хорошо минимальный отрыв от лидера на финишной прямой добавляет азарта и красоты соревнованиям значит соперники достойны друг друга ну все я победил до следующего тура долго ты радоваться не будешь все удачи тебе тебе тоже место поменяли вроде бы что-то что-то покрывалась но что стало получше настроение поднялось а сейчас вообще настроение в связи с тем что еще и я победил сейчас настроение вообще прям идеальное стало дадим мне немного психовать ну и как раньше я говорю что мы даем ей фору мы фору и дали все уже предел больше некуда теперь как бы самому не проиграть бы с этой бы форме в моем случае перемен вместо было не очень удачно и потому что она принесла мне проигрыш конечно были большие два поросеночка до которые были ну приятно относительно данную с другой стороны я не понимаю что с ними делать для чего они пригодны ну и в моем случае это принесло мне очередное поражение потому что я изначально хотела ему дать просто фору у него тоже должен быть вот этот интерес сопротивления если бы я бы очередную победу одержал я бы выиграла так он хотя бы будет еще сопротивляться у него будет интерес у него будет огонь просто в глаза и